друзья мои приветствую алексей азаров наконец-то дошли руки сделать небольшой ролик как я купил дом со светланы викторовны под ремонт и хотел бы потихонечку постепенно вам рассказать о специфике строительства в италии и ремонта пойдемте посмотрим чему тут натворили этот ролик будет делаться частями потому что день тут день там когда мы начинали там светланы викторов носим потихонечку кое-что склеил самое главное все таки права информация смотри какая история если у нас здесь кровать подголовником и мы смотрим в дверь то у нас никакого вида на море вообще нет он полностью отсутствует вариант если сделать вот здесь французский балкон например потому что обычный балкон здесь никак не станет потому что вот это окно не дает вообще ничего она дает только вид на теплице из нашей комнаты вообще в море не видно если мы встанем здесь здесь в принципе похожая история вот мне где-то примерно тут будет подголовник может если тут то еще под капта вот здесь вообще ничего не видно где я учитывая что мы я давно уже хотел сделать видео и так получилось что мы уже в принципе начали работать все потихонечку но сейчас мы все это будем вывозить сейчас все сметаем до бетона например данный дом который мы купили он он сделан в 1900 где-то 50 60-х годах и раньше представляете вот такая была и даже не могу вам сказать не бетон как бы да вот здесь бетон а сверху где-то 10 сантиметров подушки не знаю если там будет видно вот такая вот структуру да это не пенобетон это вообще крита хрень потому что например здесь стены которые были у них почти трещины потому что оседала все оседала на этом мягком получается как бы чуть не из песка сделано я не знаю как раньше строили вот но суть не в этом давайте ладно сейчас покажем уже всю красоту у нас здесь по графику будет четыре спальные комнаты четыре ванной комнаты так то есть здесь спальная комната там 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 что есть данный весь проулок здесь будет спальные комнаты вверх ведь сейчас покажу какой пранорамный вот вы монако и лазурный берег что хотите итак начнем с чего мы начнем начнем с того что чтобы сделать не снести и вообще сделать какие-то внутренние работы сначала говорим внутренние мы должны через специалиста инженера сделать запрос коммуну и сказать что уважаемая коммуна мы сейчас сносим эти стены делаем там 50 сантиметров сюда 50 сантиметров сюда здесь переставляем двери и так далее а это называется чила это очень принципе быстро делается как это делается приходит инженер все замеряет делает рельефом все замеряет делает у себя макет делает у себя макет и подает такой мини проект у нас будет большая кухня большая большая ванная комната сейчас тоже свет убирается вот он делает проект подает ее в коммуну тор через онлайн называется пик это электронная такая рекомендата заказное письмо вы оплачиваете 75 евро госпошлину но опять-таки оплачиваете работу инженера по крайней мере мой стоил 1500 евро сейчас пойдем с ним знакомиться его познакомлю очень очень хороший специалист его здесь все знают он на хорошем счету вот зовут его массимо и он сейчас нам расскажет как и что вы должны последовательно делать перед тем как начать долбить штробить что-то переносить стены то есть покрасить просто так вы можете там снять плитку вы можете в принципе на на все проводку трогать вы не можете потому что должен вам специалист электрик дать комформи то то есть дать документ после окончания электрических работ и также сантехник вот это что касается в этой этого этажа вот здесь у нас будет две ванные комнаты это сейчас уберем вот это здесь будет две ванные комнаты здесь наша спальная и три дочки и здесь еще 2 спали ванной комнаты прошу заметить что надо все делать согласно законодательству чтобы не получить штраф так здесь у нас с вами этаж нижний так всего три этажа где-то 300 метров дом здесь у нас будет зал здесь мы откроем с выходом в сад будет все откроем с выходом сад передвинем дверь что было симметрично ванная комната здесь у нас будет большая кухня в данную секунду мы сделали соединение потому что у нас здесь идет апартамент отдельный да то есть и мы хотим сделать большую такую кухню у нас будет большая кухня такая но чтобы совместить два апартамента мы сделали дверь что было опять-таки другая практика другое другая чтобы было в общем чтобы было разрешение на соединение отдельных комнат здесь у нас так сейчас я открою покажу то есть получается это у нас зал здесь кухня этот угол где железка я бы вот здесь поставила бы шкаф он прям прям просится вот здесь промежуток расстояние как раз для шкафа потому что здесь у нас будет висеть телек и больше здесь ничего не помещается ну поставим может какие-то красивые полочки чтобы поставить наши все вот эти подарочки уже куда-то их поставим или вот здесь вот в этом промежутке и того у нас получается будет здесь зал мы хотели снести часть предбанника но по новому закону я не имею права то есть не имею права туалет делать без предбанника к сожалению ну поэтому часть там полтора метра сожрется этим туалетом так здесь у нас в итоге будет такая просторная кухня здесь в принципе вполне шкаф войдет если мы поменяем дверь потому что вот это пространство много как раз использовали больше и вот это пространство здесь можно поставить с этой стороны тоже по типу шкафчика и вот с такими ставнями например он тогда не будет отличаться внешне переносим дверь и здесь тогда пространство у нас как раз для обуви и какие-то вещи которые можно повесить здесь у нас отдельный апартамент идет спальная комната ванная комната мы хотели там для бабушек дедушек для нянь и там помощников и и думаем сделать здесь также есть выводы небольшой кухню внизу у нас гараж там на 4 машина сейчас карте шумно дорога где виллы есть там еще иногда и за 5 миллионов шумнее так здесь у нас в общем техническая комната будет мана есть техническая дальше учитывая то что здесь был нижний этаж но понять понятно да мы купили под реставрацию то есть вверх например это лестница она вообще ушла они сделали неправильно видите то есть вообще не знаю как можно было лестницу строить отдельно не сделать железобетонную связку привязку в общем это будет все удалять и делать уже армирование сверху лестнице опять таки 100 что здесь было всегда дождь сюда капал да это все вспухло вот здесь у нас будет такая зона отдыха все будет сухо вот видите как раньше делали смотрите могу рукой как песок вот еще одна ванная комната здесь потом сейчас пойдем перейдем у нас там будет кинотеатр причем заметьте здесь жилого назначения то есть этот дом вообще как очень редко я снимаю когда жем дом жилого назначения весь даже вот то что мы сейчас были это тоже жилого назначения вот наш домик земельный участок ну сюда приедут наши друзья садовники и что-нибудь нам посоветуют здесь мы хотим вот этот участок убрать спилить не сделать единую площадь чтобы здесь разместить бассейн здесь уже давно никто не живет самое главное всегда есть воздушное пространство это вход с той стороны чтобы будем менять потом увидим наличие опять таки дизайн будем делать в стиле я нашел сейчас отдыхали во флоренции очень классный дизайн то есть вот это вот мы хотим так вот убрать по эту стенку сделать что это что небольшой участок хотим его максимально использовать здесь все в принципе основные виллы у дороге вот это полностью будем убирать вот это видите то есть стену убирать все заново делать и вот здесь то нам не видно будем копать откапывать там еще где-то 80 метров квадратных будет зона тоже отдыха это все то что не пристыковалась к этому думать не строили потом позже какие-то рукоблуды и вот это тоже все убирается будем новое делать работа в общем дофига очень много юридических моментов которые мы с вами обсудим то есть и тут лестница тоже да просто построили на поста положили на на землю кладку бетон все привет андрей как то так дальше будем снимать скорее всего мы будем делать подогрев пола в общем потихонечку будем снимать и говорить какие документы необходимы вот сейчас все таки пройдем к массиво и он нам расскажет что в принципе уже сделали по данному дому пойдемте с ним пообщаемся едем в офис к массиво вас педалить сейчас он нам расскажет все детализацию нюансы так где-то нашего бобика припарковать офис находится вот здесь а мы встанем здесь ну ладно массиво sponsера по и по и спеигали просдобыть гора во время полаган и лакарда нам опыт скит в и тут но В данном случае, в данном случае, это опера интерна, и поэтому мы работаем с чила. Чила, которая имеет только модификация интерна, и в зависимости от модификации, без модификации эстерны. Итак, мы начнем с практикой, в данном случае, и в данном случае, в данном случае, т.к. у нас один из основных модификаций, и вы должны с сотрудничать. В данном случае, вы издали два этапа, и в данном случае, вы сдали два года, и они были строены через формацию в том случае, в данном случае, как предприятия идилизия. После этого, мы презентали а также для основной варианты, чтобы обновить их семи интеррирование. Приседутим, вне зернала, формуруем, в межреческом, которая называется СНЕЛАЗНОЕ СИГНАЛИЗАЦИЯ, которая называется СНЕЛАЗНОЕ СИГНАЛИЗАЦИЯ, для модификации для финестра, потому что вы решили модифицировать какие финестры, и создавали их в порты финестры. И поэтому необходимоизировать и требовать более сложнее, что называется СССИА. В общем, мы начали, как и начали, это всегда, в релье в составе и местности. СССИА можно делать сразу? У нас есть лимедия в действии когда мы уверены из-за того, потому что и коммуняка 30 дня для проверки и ответственных документов. Сила, сразу же? Сила, сразу же, визуаловое. Я посетую и посетую визуаловое. Сила, сила 30 дня, сила, сразу же, визуаловое. 30 дней, а потом 6 месяцев, если я хочу провести новый проект, то есть 6 месяцев. Думаю, что темпы также функционируют по типу зоны, а некоторые зоны будут связаны, и в этом случае не только для строительства, но и для строительства, а также для строительства, то есть регионы. То есть, что седе в Геново, то есть время для обеспечения, или обеспечения, или обеспечения. И, в соответствии, то есть время для обеспечения 60 дней, или, в случае минимум, минимум обеспечения, то есть 20 дней для обеспечения или обеспечения. Поехали. Теперь мы посмотрим, что мы будем делать. Я тоже убрал, отсюда у нас каждый меняется то есть я уже убрал отсюда туалет и хотим сделать вообще еще видимо помните на мидр и лапарка я но припо а и 10 или лифар и лату камера до лета полту баню и вичи чему каписку и 3 станции кона титу и бани в виде сон 4 станции и 4 бани перфекта че у меня моли а че у меня моли а чаро а не posso dire nullа дополи che abbiamo presentato anche la l'accorpamento del piano semi interrato si rappresentando lo stato attuale quello di progetto che è invariato come disposizione tram tranne la destinazione d'uso di una parte perché non puoi avere in una casa più di una cucina e quindi la cucina essendo piano sopra abbiamo trasformato questa che era cucina in studio studio perché non ha la superficie minima per essere classificata a camera ok quindi quando si fanno i progetti si devono rispondere alle normative sia locali che nazionali ogni comune può avere delle misure sei superficiali di bagni camere diverse e quindi quando si fa un progetto si devono controllare verificare rispondere alle normative del singolo comune perfetto и я сейчас здесь открыл этот а тем убрать хаттим мальту стену и сделать еще дополнительно огромна зал внизу сейчас пойдем покажу снимем ok vediamo adesso il tuo allogio che questo prendiamo questo andes per questo all сейчас most moschiamo поработаем так сейчас новa idea чтобы закрыть нижний этаж потому что primo будь не отопливаться да и у нас раньше так и была закрыта лестница здесь дверь и сюда сразу вход в ванную комнату в туалет то есть будет закрытая как раньше было не открытая закрытая и здесь мы решаем проблему с предбанником и сразу заходим в туалет в центре più grande aspetta vediamo praticamente tutta la sala ecco questa è la sala che mi immagino di vedere questa è la sala porta della cucina porta del disimpegno bagnetto e scendo giù nelle si chiama una taverna taverna ну а ну а scala 4 la face un po' più bella se non va qualche carico io materiali materiali necessità ma struttura la facciamo con questi te le mando con come te le mando massimo grazie mille prego prego monomo ciao ciao а мы идем дальше сейчас я готовлю потихонечку вторую часть где мы там продолжаем сносить все подряд и будем уже там делать стены всем пока не переключайтесь если какие-то возникли вопросы по законодательству может быть что-то я упустил пишите в комментариях спасибо вам за лайки подписывайтесь на наш канал с вами был ваш любимый алексей азаров чау а